Теперь барабанная дробь. Тот самый момент, когда мы заявляем в нашем эфире группу Серебро! Юри! Девчонки, ликуйте! Фанаты, сходите с ума, мужики, завидуйте. Да, я на расстоянии одного метра от группы Серебро. Привет, девчонки! Привет! Вы неотразимы? Да. Спасибо большое. Это я должен был сказать. Ну а почему ты-то? Ну потому что мужики делают комплименты или девушки. Нет более ценного комплимента, чем комплимент от женщины. Мужчины, они могут слукавить, а женщина, вот если она вот так говорит... Согласен. Да, намного лучше, чем я сегодня. Давайте сразу скажем, что с нами нет, к сожалению, Ольги, потому что она приболела. Есть немножко. Да, никого не щадит зима, ну что поделаешь. Сезон простуд. Так что мы, Олечки, желаем скорейшего выздоровления. Да. Вот, так что передаем ей огромные приветы и поцелуи любви. Имбирь, мед и фильм «Красотка» семь раз. Да. И чеснок, лук, вот это вот все. Это от вампиров, что ты сейчас перечисляешь. Лук нет, ты просто... Ну что, мы будем мучить вас вопросами. Мучить я, что я, конечно, нравится мучить. Значит, начнем с вопроса, который мы обсуждали последние три часа. Любите лениться, девчонки? Ну а кто не любит? Ну в чем это выражается? Ну иногда прям хочется прийти домой после рабочего дня и как вот лечь на эту кровать и вообще не вставать. Ну я не считаю, что это лень. Я считаю, что это просто отдых. После работы мы отдыхаем и... Это, конечно, Полина не лень. Лень это когда тебе очень тяжело вставать с утра. И вот тут-то ты думаешь так. Мне кажется, нормально. И не хочется никуда ехать. Какая же это лень, это нормально. Ну у вас есть отличный бонус в виде необходимости вставать, ехать на студию, на гастроли. То есть у вас просто нет варианта, правильно? Да, как бы выбор пропустить самолет у нас вообще нет. Кстати, кто не пропускал самолет когда-нибудь? Нет. Ни разу не было такого? Нет, у меня был один, единственный раз, когда я пропустила самолет. Но это не на работе было. Так, по причине? Это было не на работе, но из-за этого я в группе «Серебро», кстати. О, мы хотим эту историю подробнее. Да, да, да. Я должна была улететь в Бангкок на долгое время. Мне очень нравится этот город, я хотела там остаться жить. И я опоздала на самолет. И у меня были такие слезы, то, что вот, может быть, это какой-то знак, что мне туда не надо лететь. И мама говорит, ну, наверное, раз не полетела, ты недельку подожди, может быть, что-то произойдет. И объявили кастинг «Серебро». И я послала свою заявку, и так попала в группу. Там 60 тысяч человек было на место, это правильно? Больше, больше. Это вот в очередной раз подтверждает выражение «все, что не делается, все к лучшему». Вот, а поэтому, ребята, если что-то, если опоздали на самолет, значит, это вас от чего-то либо уберегло, либо к чему-то подтолкало. Что там в Бангкоке? Дурианы да трансвеститы. Мне ничего интересного, а здесь «Серебро». Можно заглянуть за кулисье. Вот вдруг я тоже когда-нибудь соберусь на кастинг-группу. Что там было? Пришла. Говорю, красивая, талантливая. Нет, ну, сначала там было несколько этапов. Сначала нужно было отослать свое видео, где ты поешь. Так, чуть-чуть рассказать о себе. А фоточки? Фоточки, да, конечно же. Конечно же, фоточки. Ну и следующие этапы самые интересные. Мы узнаем буквально через несколько минут. У нас сейчас пауза, на которой мы должны прерваться. А пока вы можете задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте вк.ком Слэш страна.фм. Серебро ждет их. Ты оставь это для других И в руках от удара боль Ты опять светишь для чужих Но мне все равно Но мне все равно Можешь просто уйти на миг В этот знак я вложу любовь Эта тайна для нас двоих Несет меня вновь Летим, летим, летим Под облака Давай прыгнем заново Давай прыгнем заново И не лови меня пока Мы все равно ранены Мы все равно ранены Летим, летим Под облака Давай прыгнем заново Давай прыгнем заново И не лови меня пока Мы все равно ранены, мы все равно ранены Ты же знаешь, что нас зовет Руки прямо и мой разбег Я продумал все наперед Но вижу рассвет, но вижу рассвет Я не спал, думал повезет Постучи просто в эту дверь Но никто до меня не ждет Ты есть только след Летим, летим Под облака Давай премьем заново Давай премьем заново И не лови меня пока Мы все равно ранены Мы все равно ранены Летим, летим Под облака Давай премьем заново Давай премьем заново И не лови меня пока Мы все равно ранены Мы всё равно ранены Ну то, что Олег Майами раненый, это однозначно и понятно, только вот он не уточнил куда, а жалко. И давай и мы не будем уточнять, а то мы лучше вернемся к разговору с группой серебро, девчонки немножко опешили. Нет, я просто начала фантазировать, куда же можно быть раненым. Так, давай поговорим об этом. Я не знаю, я вообще-то перестала плечо. Плечо? Это первое, что пришло к тебе в голову? На самом деле Олег Майами ранен в сердце, потому что ходят слухи, вот Ольги нет, и мы без неё обсудим, да, что у них близкие отношения, что Олег смог покорить сердце Ольги Серебкиной. Девчонки, давайте заложим к Олегу. Полина, кто из нас будет закладывать их? Давай на коману. Да она, Полина. Она сказала я. Вы знаете, я говорю, чем может быть ранен Олег Ольгой Серебкиной? И куда? Вот только в руку, вот только в руку, и никуда. Каждый думает в меру своей испорченности, а мы переходим к следующему вопросу. Ну подожди, ну почему к следующему? Ну зачем к следующему? Нас здесь с вами никто не достанет, Серебкина не достанет, она болеет, правильно? Болеет, конечно. Давайте посплетничаем тогда. Так. Ну что там с Олегом Майами? О, всё, они ловкие паузы начались, это неинтересно уже. Они дружат, у них дружба. Так. Всё. Больше ничего. Хорошо. Никакой пошлости. Ну у них особенные отношения очень просто. Очень особенные отношения. Вот с кем-то один и тот же человек может быть ангелом, а с кем-то демоном. А с кем-то сразу ангелом демоном. Я чувствую, Катя, Катя, у неё потенциал лучше в плане сплетен. Знаешь, девушка была хрупкая, поэтому ломалась недолго. Можно всё-таки узнать, что это интереснее. Ну ладно, я перебил. Ну что, я не отрицаю. Вопрос еще. Она не отрицает, молодец. Девчонки, мы хотели вас спросить про тему, где вот сплетничать не надо, надо прямо по факту. 23 февраля вы приготовили огромный сюрприз для всей мужской половины человечества. У вас будет большой концерт. Что там вы покажете? Да, мы всех приглашаем в клуб Рэд. 23 февраля у нас создается большой сольный концерт, где мы приготовили новую программу. Будет очень классно, будет очень крутой живой звук с бэндом. Будет вообще, ну, фантастически. Мы готовимся, очень волнуемся. И вообще считаем, что девчонки должны обязательно подарить билет своему парню, потому что, ну, мне кажется, так. И потерять своего парня. Да, да, и что? Вот проверить его заодно. Стоимость билета всего 173 евро. Неважно, сколько стоит, зато она проверит, насколько любит ее парень. Согласен, хороший подарок, кстати. А я считаю, что нужно идти вместе. Что-то надо не только парню дарить билет, нужно и себе покупать. Да, да, и стоять рядом с ним вместе. И говорить, а ну смотри в пол, в пол смотри, я сказала. Слушай, пришли музыку слушать. Он не программа новая. Девчонки, а что там вот помимо новых песен, я так понимаю, будут новые экстравагантные костюмы, юбки такие вот короткие, которые на поясе, да? Но мы вообще всегда пытаемся... Да, у них, конечно, всегда длинные билеты, прям до полурясы. А, а тут все по-новому. Мы не любители часто ходить в одном и том же, поэтому, конечно же, мы себе пытаемся что-то приобрести, все самое модное, новое, молодежное. Не, будем удивлять их по всем направлениям. То есть, ребят, не будет никаких старых костюмов, все новое. Будет как костюм из свежего мяса, как у Гаги. Все свеженькое будет. Костюм из перьев, как у Филиппа. Все выстиранное, вылезанное. Мы не будем рассматривать, смотри, если мы сейчас тебе все расскажем, кто пойдет. Какой смысл будет идти на концерт? А, понятно, значит, будут. Затравочка такая. Все ясно, костюмы из перьев и мяса. Ну, а пока все включили свою фантазию и представляют себе, как это будет, мы в очередной раз прерываемся ненадолго, потом вернемся и продолжим разговор с группой Серебро. Помню, мы встретились на танцах, ты был по-модному одет, тебя ждали иностранцам. Я поняла, назад дороги нет, играла музыка, лились коктейли, прическа, сесан, брюки и клеш. И при Алине волосы блестели, любую ты с ума сведешь. У-а-а, 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 танцуй, Виталик, будь смелее. У-а-а, у-а-а, и пригласи меня скорее. У-а-а, у-а-а, танцуй, Виталик, будь смелее. У-а-а, 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 и пригласи меня скорее. А ты стоишь, не замечая моих влюбленных синих глаз. О белом танце я мечтаю, Но страшно получить отказ. Во сне на белом мерседесе На улице цветет сирень. Ты говоришь о посерилах на сей, Я не забуду этот день. У-а-а, 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 танцуй, Виталик, будь смелее. У-а-а, 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 и пригласи меня скорее. У-а-а, 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 танцуй, Виталик, будь смелее. У-а-а, 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 и пригласи меня скорее. У-а-а, 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 танцуй, 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 танцуй. У-а-а, 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 и пригласи меня скорее. У-а-а, 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 у-а-а. Это бодрейшее утро на телерадиоканале Страна ФМ. И так хочется продолжить беседу с группой Серебро, что даже прям на джинглы залезаем. И у меня есть вопрос, который волнует миллионы, миллионы мужчин. Готовь сейчас, да, просто напряглась. Полина прям напряглась сейчас так собралась. Да, я такая расслабленная. Вопросы от мужчины, ну задавай. Вопросы от мужчин, давайте, я привыкла. Итак, это, конечно, тупейший вопрос, но очень интересно, как вы ответите. Какими качествами должны обладать мужики, чтобы завоевать ваши сердца? И Катя отвечает первое. И отвечает Катя Друзь, поехали. Ладно, хорошо, я же и не стеснялась, как бы отвечать на этот вопрос. И, конечно, расслабляйся. Я полностью. Так вот, для меня мужчина должен обязательно обладать чувством юмора. Раз. Желательно длинные волосы. Ух ты, у нас вот у Николая режиссера. Серьезно? Да, он потом познакомил. Значит, после эфира я иду знакомиться с Николаем. О, да? Вообще-то Николай занят уже. А, ну все, ну все, все, все. Николай тебя не простит от этого никогда. Это я не прощу Николая, если он будет знакомиться с Катей. Третье, третье, нужно что-то третье придумать. Давай, давай, третье. Ну и какая-то вот прям какая-то мужская доблесть. Я не знаю, как вот это вот это. Ты отписываешь моего парня. Драка! Драка! Современный рыцарь на белом коне, да? Нет! Полина, Полина, пожалуйста. Нет, это... Ну, кстати, у Полина реально длинные волосы, но не на всей голове. Не, ну вообще в группах бывает все общее. У него бритые виски, поэтому все, он мне уже не подходит. Ага, ага, все, все. Автоматически он исключ... Да, автоматически из детства он исключен. Хорошо. Ну понятно. В общем, да, мужики, по всей стране обломайтесь. Я вообще, в принципе, пойду плакать. У меня нет чувства юмора, я лысый. У нас есть на накладные пряди, там гримерки. Мы тебе сейчас приклеим, а ты придешь, как будто сдать. Причем так парочку просто, да. Как полумертвый бомж такой. Ну, ясно, ясно. Мужчины все услышали, да? А почему никто не сказал, что самое сексуальное в мужчине это мозг? Да. Почему никто, Катя, не сказал? Мой ты, дорогой ты человек. Ну, молодец же, а. Ну, сидел и молчал. Ну, конечно. Нет, мужчина должен быть умным. Вот это самое главное. Синхрофазотрон. А зачем сексуальный мозг, чтобы этот мозг ему... Нет, чем мужчина умнее, тем он сексуальнее, я считаю. Конечно. Говори еще. Представляешь, если он тебе говорит, я не знаю, там, про какую-нибудь чепуху. Ага. Как он тебя... А если он, представляешь, про звезды, про галактики... А я «Войну и мир» прочитал за четыре дня, если что. Если что, что-то, да что ты. Ладно, пока Дэн Петров устраивает свою личную жизнь, я перехожу с него. Вопрос. И отращивает волосы себе. Он, да, он... На груди причем. Девчонки, вчера был такой праздник, День влюбленных, 14 февраля. Всю голову сломала, я, может быть, вы мне посоветуете, что дарить мужикам? Этот вопрос задавали нам... Хочешь тебе скажу, сколько раз? Ну, раз, наверное, уже 10 за последние 10 лет нам задали этот вопрос. И каждый раз мы пытаемся... Может быть, мы найдем какой-нибудь новый ответ на этот вопрос. Но на самом деле нового ничего не находим. И скажем так. Мы считаем... Ну, точнее, как я считаю. Может быть, у Полины уже что-то поменялось? За ночь. Да, да, за ночь. Я считаю, что это просто обычный день, в который нужно точно так же любить своего молодого человека. Если ты хочешь ему что-то подарить, это не обязательно должно быть что-то такое, что его удивит, поразит. Борща наварить. Можно и борща наварить. Да просто быть ласковой, нежной, замечательной, такой, какой нужно быть все дни в году. Так, нам сейчас, девчонки, опять надо прерваться, но мы прерываемся на Молли. Не хватает же на Молли, Серега? Не хватает. Молли, который поедает шубы. Я просто люблю тебя. Да? Да. Молли, который поедает шубы. 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 Мы замираем, но мы не спим Но мы не спим Слушай, смотри Страна ФМ Валерия Майорова, Дэн Петров и группа Серебро Будет вас этим утром И задаем мы им всякие разные вопросы Естественно, нельзя Как почувствовался, какой вопрос я сейчас задам Полина, естественно, нельзя Обойти стороной Евровидения От нас, я так понимаю, едет Александр Панайотов Так, да? Уже решили кто? Да? Но! А то сейчас как-то что-нибудь наговорю не то Очень важная поправка, понимаете? Если поедет Александр Панайотов, это будет как минимум неинтересно, прогнозируемо и ожидаемо Есть другое предложение Отправить на Евровидение, кого бы вы думали, Ольгу Бузову Да Интересно Ой, я всеми руками Как вы относитесь к творчеству ее? Слушайте, я вообще считаю, что Ольга Это уникальный человек На нашем шоу-бизнесе Который, за что не берется этот человек У него все получается То есть, я не знаю, мне кажется, она захочет собрать армию, она ее соберет Слушайте, может ей начать выращивать копибар? Я думаю, что даже не надо ей предлагать этого Потому что... А зачем нам столько копибар? Вот Да Поэтому, как бы, я только за... Честно сказать, я думаю, если она поедет на Евровидение, она его выиграет Да Она его выиграет и закроет И закроет Слушайте, а нет желания, вот, может быть, вы, если еще кастинги будете проводить, четвертую девчонку вам взять И будет у вас серебро с Ольгой Бузовой? Ну, четвертый, может быть, только Ольга Бузовой Только Если ты нас слышишь, да, брей мне к сведению Я думаю, что у нее и так у одной все хорошо Девчонки, у вас же есть аккаунты в Инстаграме? Есть Сколько у вас подписчиков? Вот, например Ну, около 200 тысяч 200 тысяч? А Ольги Бузовой, знаете, сколько? Так знаем, она порвала вообще весь уже шоу-бизнес Сколько? Семь? Больше миллиона Семь миллионов Семь миллионов Больше миллиона Она находится, если я не ошибаюсь, на каком-то месте в мировом даже рейтинге Инстаграмов Мне вообще даже стыдно сказать, сколько у меня подписчиков, я буду плакать Ну, у тебя семьи, один из них я Да А ты подписался на меня, да? Я подписался Ну, спасибо тебе, дорогой И вчера отписался Кстати, девчонки тут, друзья, я сейчас обращаюсь к нашим телерадиослушателям Тут девчонки такое обсуждали за эфиром Просто такое, всякие женские штучки Всякие женские штучки Всякие женские штучки, да Но мы про женские штучки не будем спрашивать, наверное, да? Почему вы так классно выглядите? А как вы краситесь так здорово? Пусть слушатели про всякие штучки Мы всегда такие, мы не красимся, мы родились такие Да Ксения Готова задает такой вот о женских штучках вопрос Девочки, какие ваши планы на будущее в личном плане? Семья, дети, вопросительный знак, три штуки Я думаю, что Полина должна первая ответить на этот вопрос У нее это все ближе У нее это все ближе, но это не значит, что как бы уже завтра Когда покушаем торт? Нет, у нас с молодым человеком очень такие партнерские отношения Мы каждый развиваемся в своем русле И пока я как бы не планирую ни детей, ни того подобного Вот Того подобного? Ого! Нам запомнить Нам просто кайфово вдвоем И мне кажется, очень классно, когда ты по жизни делаешь человеком, который тебя понимает всегда То есть дома может выслушать все твои слезы, все твои истерики А также поддержать Мне кажется, это очень-очень круто, всем советую Катя, как дела обстоят у тебя наличие? Я, кстати, соглашусь, что в первую очередь со своим молодым человеком вы должны быть друзьями Вот Вот, я могу сказать вам так Я одинока Оооо, это ненадолго Кошек пока у меня нет Рано еще Но я планировала одну завести Оказалось, что у меня на нее аллергия Пришлось отвезти ее маме Катя, тебя просто не хватает этой фотки, жди меня У меня такая непруха просто Парня нет, кошки нет, ничего нет, но обязательно все будет А машина есть у тебя? Нет Да что ж такое Ни парня, ни кошки, ни машины Парни, ни кошки, ни машины Ты просто отличная классия Ребята, я пока у вас на эфире, мне нужно как-то себя, ну... Продать В общем, пишите Пишите нам, звоните, друзья Одна одинока, это уже радует Продолжаем разговор с группой Серебро Девчонки, это... А, ну можно дожевать, ничего страшного Видите, все тоже люди пьют чай, жуют печеньки А не все на диете, да? Нам тут вконтакте написал Жентимир Я тоже не женат У меня нет кота, но зато есть машина Нашел чем удивить Какое имя? Жентимир? Катя, берем или нет? Жентимир? Жентимир, да Может быть, это псевдоним? Он прислал фотку, я, честно говоря, не понял, где фон, где жентимир Ага, ага Поэтому пока пропустим, да? Плохо, что у него именно машина... Вот был бы у него кот? Угу Был бы другой А то только машина вообще неинтересна А то только машина неинтересна Жентимир выбегает на улицу, хватает первого попавшегося кота и пишет, ну все, есть Кот в шоке причем, да Так, Полин, хочу про тебя поговорить Вычитал такую интересную вещь, что ты обладаешь, цитирую Автономной, сенсорной, меридиальной реакцией Полиной чувствительных звуком, шелест страниц, скрип двери, шепот может привести ее в экстаз Это правда? Да, это есть такая тема, АСМР Да, да, да Не останавливайся То есть, если ты будешь жить в хрущевке, ты будешь в экстазе биться без конца, потому что там все время что-то шелестит Да, 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 мне очень нравится, когда, например, стучат ногтями по столу И люблю шелест именно вот прям, знаешь, прям вот, чтобы до мозга костей Я обожаю вот это вот чувство, которое, когда тебя вот маленькими, как будто бы, я не знаю, маленьким током бьют по внутрилобной штуке Скажи, а ты любишь пенопласт и стекло, вот этот знаменитый звук? Вот, кстати, нет, вот это вот я не люблю, и я еще не люблю мел по доске То есть не все, я абсолютно не к каждым звукам То есть есть определенная выборка звуков, на которые я реагирую особенным образом А насколько редко встречается вот такая особенность? Слушай, я, ну, на самом деле, это достаточно редко А кто тебе поставил этот диагноз? А я сама его поставила Вот такой Хочешь выйти? Диагноз Нет, если ты будешь от каких-то там звуков фанатеть, ну, то есть получать экстаз реальный, вот, значит, ты асэмар Поль, мы правильно понимаем, что молодой человек может наклониться тебе к ушку, что-нибудь там нашептать в правильном регистре, и ты его уже? Да? Не будем об этом И ты его что, обнимешь? Я его обниму, подсухую Да, так что, нет, это очень интересная тема, кому интересно, просто почитайте Нам интересно, мы продолжим это обсуждать вне эфира А вот такой вопрос Это был подкат Катьки, да? Да, да Почему ко мне? Подъезд Волосы, ты же любишь волосы Но Полина заявила, что она занятая уже Да А у тебя ни кошки, ни машины, ни кола, ни двора А у тебя кошка есть, кстати? Вот Кошки нет, есть собака Вот Правда, не брутальная, очень маленькая У него жена есть. Жена есть у него. Очень люблю собаку. Мерзкая, тявкающая собачка. Ну ладно, сейчас-то не обо мне. Вы скажите, пожалуйста, вам продюсерский контракт позволяет какие-нибудь сольные еще отхождения? Или только серебро? Слушай, ну мы даже как-то не задумывались об этом. Нам так замечательно втроем, что как-то пока никуда не хочется. Зачем? Ну согласен, у вас все прекрасно, очень здорово. У вас востребованность вообще по всему миру. Я так понимаю, что очень много гастролей за границей. Где теплее всего встречают? Например, вот в Японии, в Китае. Как к вам относятся? Слушай, я могу сказать за себя. Вот мы, когда были в Италии, было, конечно, фантастически. Вот итальянские парни, вообще итальянская публика, она просто космос. Эти ребята не имеют стопов никаких. Они не стесняются, они вытворяют такое. То есть если наша российская аудитория, она немножечко зажатая. То есть, ну, определенный все равно, ну, мы северный народ, нас надо раскочегаривать. То там, знаете, как бы с первой минуты и сразу в бой. Майки, трусы все летят. Все летит на сцену, и это очень круто. То есть вот это заряжает. И поэтому, знаете, хочется обратиться к нашему народу и сказать, ребята, давайте вот прямо вот мы выходим на сцену и прямо с первой минуты сжем. Мужики. Мужики, прям давайте. 23 февраля в клубе «Ред». Опровергните вот это вот утверждение, что вы северный народ. Да, растопите наши сердца с первой минуты нашего появления на сцене. Да. Ну, а мы, девчонки, для того, чтобы поднять вам настроение и, наконец-таки, так сказать, продемонстрировать, что у нас есть интересного, дарим вам подарки от телерадиоканала «Страна.ФМ». Да, это квартира в Москве и два вот таких пакетика, которые... Квартира в Москве будет позже, а пакетики уже сейчас. Да. Вы можете прямо сейчас изучить содержимое. Это мой личный дизайн, я сам шью дома. У меня будет еще одна кружка «Страна.ФМ». А у тебя уже есть кружка? Я тебе новую кепку. Да, и кепка есть. Ну смотри, не больше двух в одни руки. У меня есть такая. Да подожди ты. Нет, подожди. Вот поверх наушников это прям очень выглядит вообще прям, прям, да. Красота. Да, фантомас. Девчонки, на самом деле, не так много времени осталось. Поэтому у меня и нет парня, потому что вы на меня цепляете все, что видите вокруг себя. Это вот конкуренток она устраняет. Что вы скажете нашим любимым телерадио и, так сказать, вашим фанатам в одном лице? Пожелайте ничего. Хочу, начинай. Так. Вся в подарке, да? Я уже отвлеклась на всякие побрякушки. Так, фанатам, что я хочу пожелать? Я хочу пожелать им смелости. Если, ребята, вы талантливые, умеете что-то, я не знаю, рисовать, петь, танцевать, никогда не сидите дома, поднимайте, как говорится, попки с диванов, идите и доказывайте всем, что вы можете что-то и чего-то добиться, и это обязательно будет. То самое чувство, когда ты круче всех. Абсолютно. Да. А я хочу пожелать вообще, на самом деле, каждый свой день начинать с улыбки. Все, слышим, перепутала. И слушать группу Серебро, а также телерадиоканал Страна ФМ. Группа Серебро, Валерия Майорова и Дэн Петров были с вами. Это время, хорошего дня. Пока-пока, счастливо. Я устала любить пустоту, похоже впервые, за тебя никогда не умру, но может другие, и мне не надо слов, будет легче так, догорит само на солнце. И я смогу без снов, только иногда, если хочется сердцу. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение исправила. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение исправила. Я просила остаться тебя. Я не слишком красиво, не нащупала пульс, уходя, я все-таки мимо. И мне не надо слов, я все поняла. Я заправила нашу простынь, и я проснусь от слов. Жаль, что я спала, и жаль, что все слишком просто. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение исправила. Я перепутала, думала, что любовь, но оказалось неправильно. Я перепутала, думала, что любовь, я исключение исправила. Продолжение следует... Продолжение следует...